Приветствую! Это Гидронир и наш седовласый дедуля, который держит в руках, попробую угадать, что он держит в руках, какую-то трубу, да непростую, с тремя пипками, и это же у нас поливалка, которую мы купили в прошлой серии, но еще не использовали. Сегодня у нас по плану запустить рефрижератор, который называется овощной компактор, то есть здесь у нас будут храниться нарезанные овощи, и причем долго будут храниться, будто они нарезанные, не могут просто где-то валяться, обязательно нужен холодильник, мы сделаем все по феншую, так что он у нас будет. Что еще? Мы обязательно, кстати, посмотри, какие цветочки у меня тут выросли, деревья какие шикарнейшие, да, кактус какой. Все растения мы посадили, проверили, вот еще деревушечка маленькая, деревушка. И сегодня у меня по плану, возвращаемся к планам, доехать до короля и подарить ему заветное кольцо, которое он так хотел. И еще съездим за одной машиной, которая поможет мне с огородом. Она стоит космических денег, но я могу себе ее позволить. Значит, что у меня по камням? По камням у меня тут вроде бы вот добывается все. Сейчас мы это спрессуем и посмотрим, сколько поедоку мы тут имеем теперь. Добывалось все это очень долго, на протяжении недели у меня. Я просто запускал игру, и оно у меня добывалось. И прессовалось, и добывалось. И, короче, сейчас мы узнаем, сколько здесь надобылось. Глядим. 700 килограмм камня! Это, между прочим, со всего я собрал. Из того рудника, который в лавовом биоме у меня и здесь. В общем, камень мы насобирали, наколотили. А что там, из чего у нас кольцо-то должно быть? Из клотиума, да? Еще клотиум надо будет собрать. Но прежде мы подключим вот этот опрыскиватель и посмотрим, как он вообще работает. Что он из себя представляет? Хорошая эта штука или нет? Стоит ли на нее тратить деньги? Так, а что-то оно как-то сюда не вставляется. Оно просто на трубу может ставиться? А, да, оно на трубу ставит. О, о, как оно заработало! Ну-ка, 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 ну-ка. Как интересно, разбрызгивает, слушай. А какая у нее дистанция? Прямо любопытно мне стало даже как-то. Надо увеличить. Сейчас мы вот это переставим. И трубу вот сюда закатим. Тут все перекроем. Нафиг. Вот. И трубу сейчас спустим прямо вот сюда. Благо, у меня в загажнике валяется несколько труб. Мы сейчас быстро это все реализуем. Вот и готовенько. Теперь ты у нас переселяешься сюда. И посмотрим, как круто ты... Ну, как бы такое себе, я тебе хочу сказать. Совсем немножко он обрызгивает. Ладно, постоит, пускай посмотрим, как это все работает. Будут ли сушиться. Не, мы вначале тут все отключим, чтобы у нас высушились грядки вот эти вот. И потом мы с тобой увидим, на какую дистанцию работает этот опрыскиватель. А пока, а пока, мы подключим наш крутецкий холлотос. Я его куда поставлю? Пока здесь пускай стоит. Вот этот насос мы подключим сюда. Ну, и, соответственно, к нему поближе рефрижератор наш. Все должно работать. Вроде бы. Вроде бы как работать. Написано, кстати, что это не совсем холодильник. Я, видимо, что-то перепутал. Это сжиматор нарезанных овощей. Может, хранить только один тип овощей. Ну, про один тип овощей я помню. Но то, что он сжимает их, как это вообще выглядит, сейчас мы узнаем. Возьмем, наверное, морковочки. Порежем. И глянем, чё как. Чё как. Выкидываем ее сюда. Открываем рот и ловим. Вот здесь, да. Давай, падай мне прямо в рот нарезанные овощи. Это мы тоже убрём на всякий, чтобы оно в суп не сварилось. Ну, где там? Во-во-во-во, режется, 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 режется. И падает прямо мне в ротище. Нет, чё-то зависло. Сейчас, секунду. Вот так вот. Всё, всё нарезалось. Пойдём отправим это в компостер. И что? И как? Странно, какая-то вещица. Вроде всё подключено. Тут вода капает. Всё должно работать. Но, увы. Есть ещё вариантик. Подожди. Сейчас я кукурузу нарежу. Собственноручно. Где у меня тут нож-то валяется? Ножик. Куда он делается? Тесачок. Вот дела. А, вот он. Вот он. Значит, я сейчас тут кукурузку вот так вот. Хоп. Кукурузу мы ещё, кстати, не резали. Прикольно смотрится. Вот, две нарезанные кукурузки я тошу сюда. И вот ещё одну рядышком положу. Ну, как бы, получается то же самое, что я просто нарезанные овощи друг на друга буду класть. Они в одну кучу собираются. То же самое делает этот холодильник. Я правильно понял уже? Ага, как выкидывает морковку. Типа, не-не-не, морковку сюда не клади. И уже всё, кукуруза занята. Я понял. Такая себе вещь. Не очень мне она понравилась. Либо я ей не умею пользоваться. Я слишком стар для неё. Что? Пойдём к королю сходим. Возьмём рецепт приготовления кольца. Здорово, ребята. Всем при... О, мисочка, кстати, я про неё забыл. Все сыты, все довольны. Всем всё принёс. Дверь не открывается, нет. Король, здорово. Не, миску отдай мне обратно, ты чё? Спасибо. Так, значит... Да, по всей видимости, клотиум. Клотиум нужен. Ага, 2000 клотиума и... О, кстати, оникса не 600, а 700 надо было. Ладно, я пошёл, скоро вернусь. Мне надо мисочку помыть. Ну, посмотрим, сколько я клотиума здесь добыл за неделю работы моего производства. Вообще всё было ради Оникса. Клотиум как бы он... Чего? Клотиума 4750! Это... О-о-о! А сколько это стоит? Я даже на цену не посмотрел. Это же капец бабла сколько. 950 тысяч монет. Шандарахнуться можно. А сколько же тогда я железа добыл? Железа у нас вообще дофига же тут должно быть. Оно в большом количестве добывается. В принципе, 310 тысяч железа. Это 3 миллиона 700, почти 4 миллиона монет. Да я богачи короля, наверное, здесь. Вот это да. Ладно, значит, клотиум. Надо его как-то попилить, наверное. Вот нам поможет вот этот станок. Мне нужно 2000 клотиума. 2000. Распилите нам, пожалуйста. 2000. Всё, обрезали. Пойдём посмотрим, где у нас 2000... А-а-а! Забываю. Весы у меня дома. 2750. Это не тот слиток. Нам нужен другой. Это мы тогда скидываем сюда. А тебя... Идём... Раскалывать. И оникс, конечно, берём. Кстати, оникса тоже надо разрезать, чтобы ровно 700 было. Это получится у нас? А то оникс, это очень ценный камень, между прочим. Ну-ка. Поехали. Да, разрезалось. Разрезалось. Отлично. Вот это, наверное, маленький камушек. Это... Не очень. А вот этот 700 должен быть. Да, ровно 700. Прям идеальное кольцо по запросу короля я сейчас сделаю. Выбираем здесь кольцо. Кольцо. Вот оно. Здесь всё у нас раскололось. Раскалилось. Вкидываем сюда кольцо. Интересно, сколько оно будет стоить? Красотень моя. Ониксовая. 2000 клотиума и 700 оникса. Король обрадуется. Побежали ему вручим. Посмотрим, что он с нами сделает. Расцелует или обогатит? Дай мне это. Я поделюсь с тобой с жетонами. Чё ты сказал? Чё, 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 чё? Я не прочь поторговать за жетоны гильдии. А, но он хочет рубин. Пятнадцать пять весом. А то он так сказал. Я думал, что ему кольцо надо это отдать. Меня уж всякие мысли странные посетили. Король! Королевский! Я несу то, что ты жаждал и искал. Мне нужны твои услуги. Уже не нужны. Я принёс тебе это. Кольцо Всевластия, наверное. Это не точно, конечно, но, в принципе, жалко, что оно камушком вниз смотрит. Но в целом я принёс то, что ты хотел. Держи же, король. Это оно? Благодарю за службу, королю. Ммм, то есть, мне. Ты мне даёшь скипетр? Он мне даёт скипетр? Создаёт кучки земли в местах раскопок. Земляная палочка. Отец говорил, чтобы быть королём, нужно для начала вести себя по-королевски. Это правда? Мальчик, а тебе сколько лет? Ну, за скипетр спасибо. Земляная палочка. Почему скипетр это земляная палочка? Я пошёл проверю, как это вообще работает. Я ж теперь... Мне ещё корону, и всё. Я буду местным королём. Чтобы быть королём, мне нужно свергнуть нынешнего короля. Но он ещё пацан, поэтому я трогать его не буду. Давай проверим, как работает эта штука. Серьёзно? Это типа лопата? Класс. То есть вот здесь вот у меня дырка была, я могу её закопать? Восстанавливаем земли. Везде, где я пробурил дырки ненужные, я смогу восстановить всё это. И вот эту тоже дырку закопаем. Ну, классная вещь-то на самом-то деле. Очень полезная. А мы этот скипетр можем вот сюда воткнуть? Нет, он сюда не вставляется, потому что это не оружие. Ой, это я зря сделал. А другая клавиша вот... Если бы убирало эти глыбы с земли, то было бы здорово. Но так не работает. Я просто... Я воздух могу? Нет, воздух не могу. Давай тут сделаем типа... Типа... Какие-нибудь тирага. Ну, слушай, даже если так, я могу теперь подняться высоко-высоко в небо при помощи этой штуки же, правильно? Я, получается, управляю землёй. Одной из стихий этого мира. Подо мной земля. А надо мной небо. Я сейчас пронжу его. Поднимусь как можно выше. На своём земляном пьедестале. О, пупочек. Ну, в принципе, я уже высоко так поднялся относительно. На сколько этажей, не знаю. Но выглядит это довольно... Ух! Ух-ух! Вот эта игрушечка у меня в руках. Ну, я сейчас попробую ещё повыше подняться. Посмотрим, как далеко я уйду. Пару раз я упал, но в целом это максимальная высота. Всё, выше не копается, слушай. Прям печально как-то. Но я здесь сделаю себе подиум такой небольшой, чтобы на крайняк не упасть. Всё, это максималочка прям вот. И выше никак, к сожалению. Смотрим. Я почти в высоту с башню короля. Офигенно. Ну и вот и я красавчик стою. Ну, в принципе, вот это вот самая первая моя часть, которую я копал, и с неё случайно упал. А это вторая, то есть практически в два раза выше. И это максималка. Офигенный посох. Чё могу сказать? Ради него стоило королю сковать это колечко. Всё-таки он меня не деньгами отблагодарил, да? Так я ж тут, получается, могу перекопать это озеро. Я же хотел это сделать. И сейчас сделаю, чтобы мне удобно было перебегать его. А потом закатать это всё вровень. У меня тут что-то пошло не так. Так и, в общем, сейчас это выглядит, как будто у меня из-под земли вырвалась какая-то дьявольская штука в виде осьминога или что-то того. Не получается у меня сделать то, что я хочу. Это очень затратно по времени, поэтому я, короче, не удержался и всё-таки решил этот мостик реализовать. Но в другом месте. Делал вот такую вот штуку. Теперь мы садимся в наш замечательный гидрокаток и просто выравниваем всё. Вначале поднимаем наш каток. Примеряемся. Теперь опускаем. Надеюсь, всё получится. Если не получится, то будет очень обидно. И поехали, 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 поехали. Равняем. Вот. Выравнили. Ну-ка. Уже неплохо. Ты посмотри, какой мостик у нас получился. Шикарнейший. Надо его, конечно, чуть-чуть доработать. Сейчас мы это исправим. Вот тут вот заездик нормальненький сделаем. Так, так, так. Улучшил. Всё улучшил. Садимся. И задним ходом ровняем. Главное, не свалиться куда-нибудь. Не в ту сторону. Блин. Придётся восстановить транспорт. Мои, мои деревья. Которые я так долго растил. Там и цветочки были, и кактусы были. А нет, кактус с другой стороны. Ну, короче, цветочки. А чё будет, если я сейчас в этот столб врежусь? Земляной. Как меня быстро отпускает, да? Только что я плакал цветочки. И такой, а чё будет, если я вот въеду вот сюда? Ага. У меня получился навесной земляной столб. Так, хорошо. Блин, я, короче, все цветы свои зарыл в землю. Как-то это... Ну да. Ладно, я сам вырастил и сам уничтожил это. Как говорится, породил и уничтожил. Нам сейчас важно вот это посмотреть. Всё ли у нас снаружи... Оооо, весь мост напрасно! Всё капец. Я его разломал. Напрочь. От него, собственно, ничего и не осталось толком, да? Какая-то вот ерундовина. Сейчас я быстренько это восстановлю. Кстати, насчёт... Насчёт убрать скипетр куда-нибудь. Вот сюда он встанет. Ну, как-то не по-царски, да? С другими инструментами скипетр хранить. Тебе, блин, на такой убогой подставке. Ну вот, завершил. Пробуем ещё раз. Если не получится, то и фиг с ним. Поехали. Поехали, моя Тарантайка. Нифига не получается, слушай. Как-то с первого раза зашло, а вот в итоге всё здесь выкопал. Ну как это так? Почему всё выкопалось? В нулину просто. Да нечестно! И всё, мы застряли. Сбрасываем транспорт и фиг с ним, короче. Забудем про каток. Я пошёл покупать фермерскую тачку. Сколько у нас тут денег? Четыре тысячи. Должно хватить. Вот он наш монстр паровой. Сколько ты стоишь-то? Я ж не помню. Две тысячи... Угу, у меня ещё запасом останется, чтобы построить теплицу, но теплицу строить я не очень-то хочу, потому что она тут как-то похожа на склеп. Мне прям... Ну, вообще желания нету её строить. Реально склеп какой-то. Не могли другую теплицу сделать. Так что я её, наверное, строить и не буду. Вот. А вот этот вот гидрокомбайн... Я же его купил. Вот, теперь купил. И достижение получил. Ну шо, садимся в него. Сельхозяйственный спецтранспорт собирает урожай и сеет семена, помещённые в задний отсек. Вот так-то. Опустить, поднять жатву, извлечь ресурсы. Ммм. Ну что ж. Я так полагаю, что... Так, опустить, поднять жатву, извлечь ресурсы. Стой. Мы сейчас, короче, пойдём купим семена. И, так как этот трактор очень медленный, поедем засаживать его на побережье. Ну, пробовать, тестировать этот аппарат. На побережье. Семена мне нужны. Семена, семена. Какие-нибудь вот... Вот. А, я деньги забыл. Ну ладно, сейчас притащу всё. Значит, давай. Во сколько нам это развлечение обойдётся в... Всем ты... Нет, это слишком дорого. Ха-ха, нет. Борщинул я немножко. А вот один пакетик 4300. У меня нет таких денег. Ладно, что тут подешевле-то? Кукурузина? Ладно, с кукурузой тогда разберёмся. Ну-ка. Смотрим. Ну вот, кукурузы мне хватит. Нормально. А может быть, в топку кукурузу? Шо это я? Не хочется мне эти труднозаработанные деньги тратить. Поэтому я пойду за помидорками лучше сбегаю. Или за морковкой, которых у меня в достатке. Блин, но дед на этом тракторе просто мушный. Такой серьёзный. А, ну он, наверное, серьёзный, потому что он там не сидит, а стоит. Рычаги, кстати, тягаются туда-сюда. Всё ездит. Прикольно. Я, если честно, даже не представляю, как я тут буду ехать. Учитывая, как медленно мы передвигаемся на нашем тракторе. А, погоди, у меня жатва, наверное. Вон она. О, так-то шустрее. Блин, вот. Я всю эту дорогу ехал очень медленно, потому что у меня жатва была опущена. Вот я деревня, а. Приторабанил семена. Куда их только закидывать? Куда закидывать семена тебе нужно? Так, давай разбираться. Тут есть лесенки, наверное. Вот сюда надо закидывать семена. Сейчас я попробую. По лесенкам залазим. Ага, вроде как туда. Пришлось взять семена лука. Как бы дорого, но зато обогащусь на этом. Это единственное, что по другу мне попалось. Очень близко лежало, поэтому... Перемолотил, короче, сделал семена и поехал. Ну что? Опустить, поднять жатву. Поехали. А, нет, жатву это мы собираем. Да, это мы забираем. А излечь ресурсы это на Е. Как-то так? Что-то как-то и... Надо, наверное, лунки сделать, да? Быстренько, быстренько. Вскапываем, значит, тут все. Вот таким вот образом. Выкидываем лопатку, садимся, проверяем. Неужели реально нужны были лунки? Опускаем. Посадилось что-то. Поехали назад. О-о-о-о-о-о! Садится, садится, садится. Ничего ж себе. Все, я все семена посадил. Прикольно. Прикольно, прикольно, прикольно. Так, выходим, смотрим. Да, все посажено. Здорово. Так, а как это все теперь собрать? Надо тут это... Блин. Придется в тачку, короче, везти меня на ферму, потому что здесь полив я не дотяну. Что-то я не продумал этот момент. Окей, поехали ко мне. Ну и прежде чем мы попробуем что-то собрать здесь... Капец, я ж тут все лунки пофакал. Значит-то так. Вот мы тут все насадили-посадили. Теперь наши луночки высохли. И можно теперь включить наш разбрызгиватель. Включаем и смотрим. Дальность его не такая великая. Ну, короче, как вот водичка падает, вот эта окруженность и поливается. Я думал, чуть-чуть побольше будет. Хотя бы вот сюда дотянется. Но нифига. Нифига. Ладно, я все понял, выяснил. Поливайка, отстой. По сравнению с тем, что у нас было. Наш божественный полив не переплюнул этот поливай. Так что возвращаем его обратно. Но учитывая, что у нас тут как бы все по-другому. Я тут грядки новые сделал. Поливаться будет рандомно, конечно же. Но я надеюсь, нам это не поможет что-нибудь здесь по нас собирать. Так как свекла там валяется. Мы сейчас просто проедем и все это дело соберем. Вроде бы как должно сработать. Едем, едем, едем. Опускаем все наши приспособы. И поехали. Вот, свеклу мы собрали. Все вроде собрали. Да, смотри, все, что на земле валялось, все подобрали. Сейчас еще и брокколи. Сейчас собрам. О, хорошо как. Брокколи собрано. Офигенно. И тут тоже все собрали. Всю свеклу. И теперь мы можем это выкинуть. Допустим, вон в ту корзинку. Сейчас туда подъеду. Там у нас уже свекла есть. Или это томат? Нет, это томат, скорее всего. Я сейчас сюда подъеду. Мы высовываем трубу. И туда все выкидываем. Ты посмотри, как классно. Единственное, я криво встал. Сейчас. Может, поровнее получится. О, вот так вот. И все туда выплевываем. Классная штука этот комбайн. Мне он понравился. Все повыплевывали. Теперь можно выходить. Ну и его логика, в принципе, понятна. Засеивать огромные поля. И после того, как оно все вырастет, обратно собирать эти огромные поля. Но, поскольку я уже здесь все сделал, все квесты выполнил, мне он уже не нужен. Все, что нам остается, это идти на корабль и сваливать в новую локацию. Но это уже совсем другая история, так как на Вулкане будет все по-новому. Поэтому, если ты не хочешь пропустить этого, то ставь лайк и подписывайся на канал. А я потихонечку бегу до корабля. Увидимся в новом ролике. Так что, до встречи!